Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении металлургов, производителей материалов из древесины, газа, бетона и стекла. В ведомстве уверены, что в прошлом году рост цен на строительные материалы был вызван не только рыночными условиями, но и действиями предприятий, ориентирующихся на экспорт, сообщает РБК. Что происходило на рынке и есть ли надежда на снижение цен, мы расскажем в следующем материале выпуска. Рост цен на строительные материалы фиксируется уже не первый год. Началось все в 2021 году, когда резко вырос в стоимости металл. Произошло это на фоне спада пандемии коронавируса, после чего начал восстанавливаться строительный рынок. При этом в Китае производственные мощности работали не на полную катушку. Они остановили свои домные, чтобы их раскачать заново, это нужно достаточно большой срок. И начали брать отечественный металл. И готовы были платить за него любые деньги. То есть если производитель металла может за рубежом продать это, эквивалент 100 рублям за килограмм, с чего ради он на внутреннем рынке будет продавать дешевле. Металл потянул за собой все остальное. В частности, выросла стоимость железобетонных изделий, а затем и стройматериалов из дерева. Хотя были и другие факторы, объясняющие скачок цен почти на 20%. Например, общая инфляция. Все мы знаем, как она у нас росла в прошлом году. И это, конечно, находит отражение и в том числе на конечных ценах на такую продукцию. А потом не нужно и скидывается счетов в фактор транспортной составляющей. То есть этот момент, он тоже для производителей стройматериалов имел тенденцию к росту. В дальнейшем, конечно, произошел определенный откат. Однако цен, например, 2020 года мы уже вряд ли увидим. Даже несмотря на то, что из-за западных санкций перед отечественными металлургами, а также производителем древесины, оказались закрыты многие страны. И по идее на рынке должен образоваться переизбыток. Что касается перспектив, то для предотвращения таких событий нужен контроль со стороны государства, убеждены эксперты. Предприятия организации, зная, что находятся под постоянным контролем, под постоянным наблюдением, будут использовать или, по крайней мере, побоятся использовать те механизмы, которые приведут к быстрому росту их прибыли и к дикому росту цен на стройматериалы. Правда, все это будет работать при условии оперативного реагирования органов власти. А не так, как это было в случае с металлургами, когда государство довольно продолжительное время оставалось в роли стороннего наблюдателя. Металл рос в течение двух месяцев. И только в феврале появились первые комьюники на тему «Ай-яй-яй, что же это такое, надо дать им по рукам». Но за два месяца они успели навариться так здорово, что сразу хочется спросить, кто-то здесь был очень сильно заинтересован. Ну а пока в Федеральной антимонопольной службе заявляют о возбуждении целого ряда дел в отношении производителей строительных материалов и металлургов. При этом, по словам главы ведомства Максима Шаскольского, расследования продолжаются. Поэтому можно ожидать дальнейшего снижения цен.